Детский сад номер 18 «Светофорик», что на Пролетарской улице в Октябрьском, один из крупнейших в округе. Здесь открыто 10 групп, в их числе 3 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Группы эти немногочисленные, не больше 13 человек. И к каждому ребенку индивидуальный подход. 27 сентября в России отмечают День воспитателя. Синяя стрелочка. Вперед. Вперед. Желтая. Назад. Оранжевая. Влевая. Игровые комнаты оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания детей. Воспитатели проводят с малышами упражнения по развитию мелкой моторики, слуха и речи. С малышами работают логопеды, психологи и дефектологи. В обязательном порядке занятия в бассейне и сенсорной комнате, предназначенной для развития активной деятельности ребенка. Мария Жукова работает здесь три года. О том, что посвятит свою жизнь воспитанию малышей, знала всегда. У меня есть младшая сестра, и мы с ней играли в школу. Я была учителем, она была учеником, а также воспитателем. Я была воспитателем, она была мамой и приводила в садик куклу, свою дочку. Дети, они очень общительные, добрые, внимательные. Мне очень нравится с ними заниматься и получаю очень много положительных эмоций. Мария с детства была артистичной. Ни один школьный праздник не проходил без ее участия. Теперь любовь к творчеству прививает своим воспитанникам. Вместе с воспитателем ребята танцуют и поют, дружно делают зарядку и занимаются гимнастикой. Мария Жукова работает в этой группе не одна, а в паре со своим наставником Еленой Мазур, которая, как опытный педагог, всегда готова ей протянуть руку помощи. Родители довольны воспитателем, дети довольны. Мария Сергеевна показала себя как хороший специалист, перспективный, любящий детей. С благодарностью к молодому педагогу относятся и ее воспитанники. Она хорошая, добрая, лязковая. Мы ее любим, и она нас любит. Мария постоянно над собой работает, стремится к собственному росту, совершенствует профессиональное мастерство. Мария Сергеевна Жукова, конечно, это специалист такой молодой, но очень уже опытный. Она у нас выиграла конкурс, была финалистом конкурса «Открытие». Она прошла долгий такой период этого конкурса и победила. Воспитательную деятельность Мария Жукова совмещает с учебой в Московском городском педагогическом университете, где осваивает программу физической реабилитации детей. Я не вижу дальнейшей жизни без детей, а дети для меня цветы жизни. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.